Здравствуйте! На библейском портале Экзогет продолжаем разговор о пророках, о тех, кого именуют малыми пророками. Сегодня речь пойдет о книге пророка Сафонии. Он начал пророчествовать до того года, когда начались восстановительные реформы при царе Иосии, когда Иосиф был еще малолетним. И потому на долю Сафонии досталось обличительное проповедь, гневное обличение того нечестия, того отступления от истинной веры, какое допущено было в течение не одного десятка лет в Иудее и Израиле, и на севере, и на юге, при царе Монасии, например. Это отступление было связано с зависимостью от Ненавии и вообще от Сирийского царства. Он Сафония обличает и Иерусалим за отступление. Ведь в это время, как говорил пророк Иеремия, меч поедал пророков, как истребляющий лев. То есть и пророчества прекратились, потому что отступление было тотальным. Статуи богов стояли в святых местах Иудеи, преследования за благочестие и преследования пророков. Они прекратились при выцарении восьмилетнего Иосии, но еще и тогда не началось возвращение к истинному следованию закону Божьему. Еще продолжали поклоняться святилам небесным, молоху. Вот тогда и начал свое служение пророк Сафония. Он был из знатного рода, что ясно из первой строчки его книги, где перечисляется его родословие. Книга эта была составлена из его проповеди позднее, уже после смерти Сафонии. И она содержит, как это бывает из других книг пророков, как пророчество о грядущем дне Господнем, суде над язычеством и всяким долопоклонством против язычников, обличение Иерусалима и обетование о будущем царстве Мессии. Подобно Иеремии, который проповедовал позднее, Сафония решительно обличает грех. Он определяет грех как оскорбление Богу, личное оскорбление Богу. В сущности, это не то, что его, так сказать, какое-то метафорическое сравнение, а это буквально в смысле так и есть. И пророк именно на то и дан народу, чтобы сказать им это прямо и точно. Это действительно личное оскорбление Богу. Не будь Бога, какая разница, кто что сказал, подумал, сделал. Так вот, в катастрофе, которая постигнет язычников и всяких богатступников, сохранятся только бедные земли, как говорит Сафония. Вот это понятие «бедные земли» или «нищие мои», как обращается к ним Бог, оно относится не просто к людям обездоленным материально, а к людям, посвятившим свою жизнь Богу всерьез и усиленно, следующих Нему, так скажем. То есть, это смиренные люди, смиренные перед Богом, богобоясненные, искренне богобоясненные. И Господь явится, в конце концов, среди своих избранников после восемь дней, учиненного над грешниками и в языческом мире, и от богоотступников и вудеи. И тогда на земле установится вечное царство, свет и радость. И вот так проповедует Сафония. Мы можем об этом дне суда, о котором будет говорить Сафония, так прочитать и в Евангелии от Матфея, например, в 13 главе. «Пошлёт сын человеческий ангелов своих и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие». Или у пророка Иоиля, как, может быть, помните. «Трубите трубою на сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Дотрепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Красивый образ. Как распространяется свет восходящего солнца по склонам и по горам, и так всё сильнее и больше захватывает пространство, так захватывает пространство жизни народа Божьего, нашествия иноплеменников, в котором описывается как бы и день суда Божьего. Так вот, это описание Дня Яхве, оно Дня Господня, День Гнева, он по пророку Сафонии передан и в таком сильном гимне Дея Сыра. Вы помните, как особенно у Моцарта в реквиме сильно, мощно, страшно звучат эти слова, они принадлежат Сырненюковому автору Фоме Челанскому. Теперь обратимся, собственно, к тексту пророка Сафонии. Близок день Господень, день Гнева. «Всё истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь, и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места его остатки, Иваала, имя жрецов со священниками, тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, то есть всех, кто поклоняется как богам небесным светилам, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царём своим, всех, кто в своём исповедании, в своём поклонении, в своей предельной религиозной ориентации на высший смысл бытия уравнивают существование царя и божественное бытие, поклоняются царю как богу, те тоже будут истреблены. Бог один, и нет иных богов. И помните в этом случае, как страшно читать то место в Евангелии, когда иудеи, иудеи, для которых Господь должен был быть царём, желая казни Христа Иисуса, кричат Пилату, нет у нас царя, кроме Кесаря. Как нет царя, кроме Кесаря? Господь царь у них. Нет, признали Кесарю царём. Так вот этих, по пророчеству Сафонии, Господь истребляет за нечестие. И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нём. Или близок великий день Господа. Близок и очень поспешает, уже слышен голос Дня Господня. Горько возепьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы. Вот это описывается, такое истребление тотальное. При этом, обратите внимание, в стихах мы прочли вот что. «Умолкани пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать, и будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду и на племенников». Одевающихся в одежду и на племенников, то есть тех, кто следовал не просто моде инородной, но и обычаям, а значит, и религиозным верованием. Так вот, «Умолкани пред лицом Господа, ибо близок день Господь приготовил жертвенное заклание». Этот день Господень описывается как образ богослужения. «Умолкани пред лицом Господа» – это слова, которыми начиналось священнодействие, восклицание священника перед священнодействием. Так вот, это священное истребление как будто бы всего сущего, как будто бы мир приводится в хаос. из какого он был сотворен. И возвращение мира к новому бытию через это истребление всего, что нечисто, остается немного. В этом тексте пророк Сафонии впервые упоминается понятие «нищие». вот как во второй главе «Взащите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взащите правду, взащите смиренно мудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». вот эти все исполняющие законы смиренные земли или нищие, насчета духовная, смирение и кротость, так называли себя бедные, люди искренне благочестивые, которые, конечно, сохранялись во всех поколениях истории Израиля и как-то выделяли себя. И вот именно к ним обращается Христос, Иисус, как в Евангелии от Матфея, помните, или в Евангелии от Луки заповедь их блаженства «блаженные нищие духом, ибо ваше есть Царство Небесное». Так Лука передает слова, обращенные заповедями блаженства именно к тем, кто был готов это услышать и понимали, о чем говорит Господь. Или, может быть, в Псалме 9 то же самое передается псалмопевцам о нищих. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твою рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник». Тут, видите, речь не о обездоленных, так сказать, социально угнетенных. Тебе предает себя нищий, сиротет и помощник. Это именно то смирение, то ненапыщенное богатство внутреннее, так сказать, самодостаточность, самодовольство. но чувство своей всегда, как бы ни глубоко духовно богат человек, он прежде всего чувствует, что он недостаточно духовно обогащен, и что ему не хватает Бога, более и более. Чем более насыщается, тем более он желает Бога. Вот и таких говорит, как о нищих духах Господь. Сафония говорит далее, страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, вот для идолопоклонников, и будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. Вот это интересно, каждый со своего места, то есть Сафония предрекает, что победа Бога над всяким идолопоклонством, богоотступничеством приведет в конце концов и иные народы к поклонению истинному Богу. Об этом ведь и есть у Исаии. Вот прочитаем из 41 главы книги Исаии. Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы, пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Эти именем острова называются народы отделенные, но тут соединяющиеся в едином поклонении истинному Богу после суда Господня. Господь через Сафонию предрекает также и падение Неневии, хотя до этого еще далеко, но, впрочем, не так далеко, лет 15, когда Неневия рухнет под натиском скифов. Вот как об этом говорит Сафония. «И прострет он руку свою на север и уничтожит Ассора и обратит Неневию в развалины, в место сухое, как пустыня». Он говорит и о бедствиях, которые постигнут Иерусалим. Вот в таких словах. «Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него рыкающие львы, суди его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него не делает неправды. Каждое утро является суд неизменно, но беззаконник не знает стыда». И действительно, не в том дело, что Господь не говорит, что он не слышен. Всякому, кто имеет чуткий слух, кто не самодостаточным себя полагает, расслышит, что говорит Бог. Он говорит с каждого утра, как сказано красиво в Сафоне, но беззаконник не знает стыда. Вы знаете, получается, что это пренебрежение Богом, оно равносильно отсутствию стыда в этом тексте. И это близко к тому, что чувствует всякая чуткая совесть. Остаток Израиля не будет делать неправды. Вот об остатке говорит Сафония, и это очень убедительно в таких строчках. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих принесут мне дары. Я оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языказ коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Или далее о торжестве Иерусалима. Ликуй, черь Сеона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага от вегу Господь, царь Израилев, посреди тебя, царь Израилев, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасли тебя, возвеселиться о тебе радостью. Вот это Господь Бог будет посреди тебя. Ведь это неоднажде и во многих книгах Ветхого Совета повторяется, как, впрочем, и в Евангелии, и я с вами во все дни до скончания века. Итак, и обличение, и утешение содержится в книге пророка, который во времена еще до плена указывает своему народу путь туда, куда не просто история приведет. История Казахстана приведет сам иудейский народ к самому последнему и главному выбору, кто со Христом, и вот где, наконец, найдется тот главный святой остаток, но сейчас и в исторической перспективе для Израиля верный ориентир пророк Сафония. Ну, на этом всего не кончим, до следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Сафония 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 Продолжение следует...